У нас в гостях руководитель Нижегородской Федерации Практической Стрельбы Алексей Пичугин. Здравствуйте, Алексей. Спасибо, что пришли к нам на интервью. Хотелось бы поговорить о самой стрельбе. Чем она отличается от обычной? Ну, смотрите, практическая стрельба появилась примерно 40 лет назад, когда ее основатель Джефф Купер, такой очень известный был человек в мировой истории оружия, и его соратники, они заметили, что полицейский, который очень хорошо в тире на 25 метров на спокойном дыхании попадает в десяточку, при реальной ситуации не попадает в преступника, который находится там в 5-6 метрах. Да, стали думать, как бы симулировать вот боевой стресс, как бы симулировать различные дистанции применения оружия, и родилась практическая стрельба. Значит, выяснилось, что боевой стресс очень похож на стресс-соревновательный. Было придумано оборудование для того, чтобы вычислять время выстрелов, да, и был придуман самый главный такой фактор – это деление набранных очков на время. И появилась стрельба, которая удивительным образом, ну, намного интереснее, намного свободнее этот спорт, чем любой другой стрелковый вид спорта. Плюс очень важная такая вот наша социальная миссия – это мы привносим в мир такое безопасное обращение с оружием. То есть за 40 лет существования практической стрельбы, смотрите, не произошло ни одного несчастного случая на соревнованиях по стрельбе, по миру. Значит, это при том, что, например, чемпионат мира там собирает полторы тысячи стрелков, да, там чемпионат континента Европы или Азии, там тоже в таких же масштабах, примерно, люди приезжают. И этими людьми там, ну, никто не командует, созданы настолько эффективные процедуры безопасности, что человек может с пистолетом бегать во время упражнения, да, он может бегать, поворачиваться, бегать вперед-назад, приседать, занимать разные положения, лежа, из неудобных стоек стрелять, использовать укрытия, там, движущиеся мишени. То есть очень разнообразная обстановка и мишенная, и декорации, симулирует различные условия применения огнестрельного оружия, да, но при всем при этом в массе своей вот эти соревнования проходят абсолютно безопасно. Как эта практическая стрельба появилась у нас в Нижегородской области, да, как появилась Федерация? Ну, смотрите, в 2000 году была создана международная, российская Федерация практической стрельбы, да, ее основателем стал Виталий Крючин, который сейчас, кстати, возглавляет всю мировую Международную конфедерацию. Вот, и вот в 2008 году я совершенно случайно попал к нему на курсы в Финляндию, тогда в России еще, в общем-то, ну, ничего этого не было, не было стрельбищ, не было свободного оборота оружия такого гражданского, да. Приехал к нему, загорелся и стал сам заниматься, и постепенно, постепенно здесь, на территории области, как-то возникло большое количество там соратников, людей, которые, каждый из которых что-то привносил свое в этот спорт, мы стали ездить по международным соревнованиям, там, ну, и вот закончилось там в 16-17 году, я в составе сборной страны, мы стали стрелять чемпионами Европы, а потом чемпионами мира. В 17-м году мы совершили такое небольшое чудо, мы победили тех, кого всегда в мире стрельбы считают, да, непобедимы, сборную США в такой очень напряженной, тяжелой борьбе, и стали первыми. Как вообще развивается вот именно этот спорт у нас в области? Набирает ли популярность, и насколько вообще люди хотят туда идти? Ну, в первую очередь спорт связан с чем? Если огнестрельное оружие, нужны какие-то условия, да, и в первую очередь это стрелковые объекты. Мы считаем такой большой своей заслугой то, что в 2017 году нам удалось вот преодолеть такой, знаете, сложный барьер в мышлении, ну, чиновников в первую очередь, да, связанный с тем, что, ну, стрельбящие все так, о, это, наверное, так очень сложно и опасно. Ну, вот благодаря, благодаря такой здоровой смелой струе нам удалось ввести в строй, ну, я считаю, прекрасный стрелковый объект, стрелковый комплекс «Антей», который включает в себя все виды современного стрелкового спорта, и практическую стрельбу, да, и любые, там, доступные дистанции для карабина, и спортинг, то есть все, что связано со стрельбой по летающим тарелочкам. В общем, такой комплекс, который достоин проведения соревнований, ну, российского, международного масштаба, любых, по сути дела. И в прошлом году, как такой символ очень большого доверия общероссийской федерации, нам доверили проведение чемпионата России по пистолету. И вот в этом году, по итогам 2018-го, да, в этом году, смотрите, у нас Кубок России по пистолету, Кубок по ружью, Кубок по карабину, и чемпионат России по карабину пройдет на территории «Антея» в июне этого года. Что это за соревнования, как в них принимать участие, да, и что от них ожидаете, самое главное? В выходные на территории «Антея» пройдет Кубок России по ружью, будет около ста спортсменов со всей страны. Это интересный вид, ружье – это гладкоствольное оружие, да, понятно, что основной снаряд – это дробь, в которой она вылетает. Но есть и пулевые, и картечные упражнения. Он очень своеобразный, этот вид, но очень скоростной. То есть, если приехать посмотреть со стороны, да, то иногда кажется, что такой спортсмен извергает поток огня, причем 12-й калибр – это такая, ну, реальная мощь. Смотреть очень интересно, высочайшие скорости стрельбы, в сравнительно короткие дистанции, но на них они показывают высочайшую скорость. Ну, впечатление, я думаю, что такое производит. А в конце мая, в начале июня у нас пройдет Кубок России по пистолету. Но мы ожидаем порядка 200-250, может быть, даже стрелков со всей страны. Учитывая, что это такой разгар соревновательного сезона, и этап Кубка России – очень значимый этап, то приедут, конечно, все лучшие, вот, однозначно, можно прийти посмотреть, будут все сборные во всех классах, однозначно, и, ну, то есть, можно будет вот так на одной поляне наблюдать лучших стрелков страны в разных классах пистолета, их там тоже много. Ну, наверное, поближе к Кубку можно будет собраться еще раз, я подробнее расскажу, чем отличается одно оружие от другого. Как начать заниматься этим спортом? Спорт абсолютно доступен для всех взрослых, да, независимо от того, являетесь ли вы владельцем оружия. Есть небольшие там бюрократические тонкости, нужно будет там получить справочку, если вы свое оружие не имеете, нужно будет пройти исследование на наркотики, нужно будет там показаться хирургу, окулисту, ну, и все это достаточно легко делается, ничем не отличается от справки на права. И все, прийти, пройти у нас курс безопасного квалифицированного обращения с оружием, который мы проводим каждый месяц, это однодневный такой курс, в ходе которого мы человека делаем квалифицированным оператором оружия, можно так вот назвать, да, чтобы он был безопасен, он понимал все процедуры, и дальше ему открыта дорога в наш спорт. Какое самое популярное все-таки оружие? Ну, самое популярное, наверное, пистолет. Наверное, пистолет, он так еще немножко вокруг него ореол загадочности, он же запрещен, вот нельзя же купить себе и положить в сейфе дома пистолет, или ходить с ним, да, кроме травматического. И поэтому люди тянутся, всем интересно это оружие. Ну, и плюс он самый, наверное, координационно сложный, поскольку нет приклада, да, короткая линия прицеливания, высокие скорости, очень интересный вид оружия, да. На втором месте, наверное, карабин стоит по популярности, большие дистанции, до 300 метров, да, мощные калибры, далеко посылаем такой снаряд интересный, ну, в общем, есть своя такая аура в этом, плюс, в общем, большое творчество для тюнинга, большой простор для творчества в области тюнинга, можно ставить разные прицелы, компенсаторы, точить, пилить, создавать новые, по сути дела, образцы оружия, это очень интересно. И вот у нас проходил кубок, например, России в феврале, по карабину на Антее, и уже я как директор матча сам не стрелял, но имел возможность с каждым из стрелков пообщаться, там, у кого-то что-то попробовать. Вот, но удивительное дело, вот, кстати, там берут штатный автомат Калашникова, Сайгу, да, из него он превращается путем, там, некоторых манипуляций, вот можно с одной руки из него стрелять, отдачи практически не будет, он будет стоять на месте, да, его не подбрасывают. Такие умельцы есть в нашем виде спорта. Давайте поговорим о предстоящих соревнованиях, что это такое будет и когда они будут проходить? В эти выходные у нас Кубок России по практической стрельбе из ружья, приедут спортсмены, соревнующиеся в классе гладкоствольного оружия, около ста спортсменов мы ожидаем со всей страны. Это такой интересный вид, то есть очень высокие скорости, относительно небольшие дистанции, да, основной снаряд, который они используют, это дробь, вот, соответственно, очень высокий темп стрельбы, иногда кажется, что стрелок вот изрыгает прям поток огня из своего оружия, так что я думаю, что будет на что посмотреть. Спасибо вам, Алексей, за интервью, спасибо, что пришли. Спасибо вам.